Где взять депутатов, ну или хотя бы карточки? Сегодня их судорожно искали в парламенте для прививок от туберкулеза, протезов, безоплатного наследства и не только. В общем, парламент на пасашок. Зачем собирались и за что в итоге проголосовали? Екатерина Лысенко подробнее. Вместо солнца и лучей, мусорка и грабли. И вот от депутатов, которые снова баллотируются. И опять много охранных по всему периметру парламента. У депутатов внеочередное заседание. Зал сходится неспешно, регистрация показывает, для решений нардепов маловато. Турчинов объявляет перерыв и требует депутатов разыскать. За полчаса перерыва в зале депутатов стало аж на два больше, 225. В полуарах говорят, карточек не собирались, 230. Но этого для голосования мало в зале. Снова перерыв. И вот нашлось 240 карточек. Парламент заработал. Внепланово собирал всех турчинов. Хотел, чтобы нардепы изменили правила голосования для бойцов в зоне АТО. Еще вчера в повестке дня были только два альтернативных законопроекта. Но сегодня появились и социальные. Как же перед выборами без них? О перерегистрации вакцин спорили долго, голосовали дважды. Пока мы будем оформлять новые документы, закинчится строк предатости ликв. Все голосуем. Кнопкадавы со стажем по старинке голосуют за соседа. Так и принимают закон. Следующим голосованием Рада дала наконец-то деньги на протезы бойцам АТО. 7 миллионов. Не пришло и полгода, как нардепы вспомнили о переселенцах. Помощь им пообещали. Денежную. От 400 до 900 гривен в месяц. И постоянный статус регистрации. Тут же и закон о наследстве. Поставили и проголосовали. И только после этого перешли к бойцам. Выясняли, как им голосовать. Предлагали разрешить солдатам выбирать парламент там, где они находятся. В зоне АТО, а не по месту регистрации. И по документам, что на руках, без паспорта, по военному билету. В списке составлять прямо в день голосования. Но еще утром законопроекты вдохновляли не всех. И там не будут голоса тех, кто защищает Радину с оружием в руках. Там будут голоса, которые где-то в подвале, но заполняли, так сказать, это чистой воды попытка фальсификации результатов выборов. Кинуть там миллион голосов в ци урны неможливо, понимаете? Даже 100 тысяч голосов. Выкривайте ситуацию, что для людей, которых там всего-навсего максимум, максимум, я повторю, 30 тысяч, ну, это нереально. Под приводом добрых идей голосования войсковым, всталены моменты, когда будет не враховываться количество бюлетеней. Такий законопроект под выглядом добрых изменений для военных за полдня законопроекты подправили, но ничего не помогло. Пять попыток и ни одной успешной. Ставлю последний раз. За 171 решение не принято. Законопроекты даже не внесли в повестку дня. Выкористать парламентскую трибуну в целях особистого пиара. Вот, бачите, даже премьер-министр пришел, да, потому что он осуществляет однополитическую силу засветиться на последнем заседании главы Верховной Рады, которые належат к той силы, да, там, покрасоваться перед трекамерами. До наступных встреч, або уже, напевно, и не встретимся. Устремимся с новым парламентом. Разошлись и депутаты. В этом составе они уже вряд ли зайдут в здание под куполом. Хотя некоторые не исключают. За трибуну выйдут еще раз. На пассажок. Екатерина Лысенко, Ирина Романова, Владимир Самченко, Александр Данилов. Подробности телеканал Интер.